Представить Ульяновск без знаменитых десантников кажется уже невозможно. Поэтому и празднование дня ВДВ проходит в нашем городе с размахом. Куляни развернули в новом городе в парке Маргелово, недалеко от места дислоцирования 31-й десантно-штурмовой бригады. Парни в голубых беретах знают, что такое настоящий бой. Ульянская бригада прошла Чеченскую войну и конфликт в Южной Осетии. Они помогали мирному населению в Сирии и Крыму. А сейчас военные защищают жителей ДНР и ЛНР. Мы поддерживаем в данном случае эту операцию для того, чтобы был мир, чтобы не было фашизма. И наши ребята, которые, к сожалению, пали смертью храбрых на поле боя и отдали свою жизнь за то, чтобы этого фашизма не было на земле. Поддержать и поздравить военных приехали ветераны ВДВ, родственники, друзья и даже сами жители Донецка и Луганска. Семья белых прибыла в Ульяновск в начале спецоперации вместе с другими эвакуированными из Луганска жителями. За это время уже успели освоиться в новом городе, но с нетерпением ждут возвращения домой. Мы в Ульяновске с 22 февраля этого года. Мы попали в такой замечательный культурно-исторический город Ульяновск. Мы очень рады и хотелось бы выразить огромную благодарность правительству Ульяновской области и Алексею Юрьевичу Русских, губернатору, за такой прием. Они сделали для нас все, чтобы мы почувствовали здесь себя как дома. Поддержать военных приехали и те, кто сам помогает жителям ДНР и ЛНР, участвует в сборе гуманитарной помощи. Среди них ульянские национальные автономии. В парке Маргелова они подготовили полевую кухню и узбекский плов, которым угощали всех желающих. Передали огромное количество школьных принадлежностей для школьников ЛНР, Донецкой республики, Луганской республики, чтобы дети пошли в школу и получали дальнейшие знания. И я думаю, что наша акция с этим не заканчивается. Мы будем поддерживать всех нуждающихся наших земляков в Украине. И я думаю, что уверен, что это позиция каждого россиян. Перед гостями праздника выступили народные коллективы и группы «Десантное братство». А со сцены горожан поздравляли представители администрации, правительства и общественных организаций. И, конечно, главными в этот день звучали пожелания мира и здоровья. Анна Тищенко, Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.